Добрый день, я извиняюсь, что буду говорить по-русски, потому что, наверное, думаю, еще не забыли. А я громко говорю, я думаю, без этого можно говорить. Но постараюсь и так, и так, я буду надеяться, что будет слышно. Я написал и на английском языке, так могу и на немецком перевести, как-нибудь договоримся. Мне дали такую очень страшную тему, очень неудобную, очень тяжелую тему, экология и охота. Как это совместить, потому что разные люди думают очень по-разному. И у нас в Литве, к сожалению, очень неблагоприятное положение, потому что многие смотрят не очень хорошо на охотника. Это сложилось не теперь, это мы получили с тех времен, когда мы жили в общем Советском Союзе. И некоторые тогда сложившие положения до сих пор чувствуются, я думаю, тоже и в Эстонии. Мне пришлось говорить 4 или 5 лет назад, здесь, в Таллине, когда мы решили, как будет с законом по охоте. И мы тогда хотели договориться, что надо выдержать эти положения, которые были до сих пор, потому что маленькие угодья, маленькие площади для охоты, они никак не могут соответствовать нынешним требованиям по экологии. Экология зверей и птиц, конечно, она очень быстро отвечает на такой вопрос. Как мы будем в будущем охотиться? И чтобы ответить на этот вопрос, я постараюсь сначала очень коротко, конечно, показать положение, как изменялось в соответствии с этими временами, с войнами, социалистическими странами, которые нам пришлось жить. И теперь, как зверь изменяется, как изменяется даже отношение человека к зверям. Сначала я чуть-чуть расскажу о кабана, положении кабана. Как вы видите, до военного времени в Литве кабанов почти не было. Там мы подсчитали, было их 400-500, не больше всего. И только после 80-х годов численность выросла, потому что мы начали кормить кабана. Плохо это или хорошо? Мы сегодня, наверное, сам себе тоже я не могу ответить. Есть три мнения в Европе, потому что в Скандинавии, например, кабанов вообще не кормят. А в Германии, в других странах, Австрии, Чеки, Словакии, их только приманивают. Это маленькое количество карма, вывозится, и там мы ждем кабана. Но теперь положение изменяется, потому что для нас, как и в Эстонии, угроза большая, болезнь для кабана пришла, и мы тоже должны на это реагировать, иначе нельзя. Ну, это посмотрим, как будет в будущем. Но теперь положение таково, что кабана количество выросло до такого уровня, какого не было 12 тысяч лет назад. Как будем поступать в будущем? В приказном порядке уничтожать кабана – это невыгодно для природы, потому что тогда мы будем потерять и хищников, в основном волка. Другое положение сложилось с европейским лосям, потому что в 70-е, 80-е годы у нас было очень много, как и в Эстонии. Я знаю, вы гордитесь этим зверем, это, наверное, национальный зверь в Эстонии. Не то, что у нас, но все равно в Литве был лось. И после того, как разные деятели, политические деятели решили, что не надо нам лося, давайте уничтожать. И снизилось количество до такого уровня, что мы перестали совсем охотиться. И в несколько лет мы охотились очень мало. И теперь, к сожалению, мы отстреливаем в год не более чем 200 голов. Другое совсем положение с оленем. Благородный олень выпущен был несколько раз. Мы привозили даже из России его. Мы пускали разные места в Литву. И теперь мы имеем много оленя. Очень много даже, скажу. Около 30 тысяч оленей. И стреливаем много. Но олень – такой зверь, который не может быть в маленьком лесу. Ему надо большие угодья. И вот именно этого зверя, я благодарен этому зверю, мы сумели доказать, что угодья должны быть не менее тем тысячи гектаров. Но косуля, она потерпела не раз, не два, не три раза большие потери, потому что в суровые зимы она погибает, как в Эстонии, я знаю. Два-три года назад погибло очень большое количество популяций косуль. И у нас тоже это было. Но человек заботится этому зверю, и его количество можно быстро восстановить. И тут надо иметь одно в виду. Что мы будем выращивать? Или волка, или рыся, или косулю. Там, где появляется много волка, косули практически нет. Она исчезает, значит, остается единственная пища – кабан. А если кабан погибнет от чумы, что потом? Не будет волка. И этот круг такой в природе, он, к сожалению, проявляется. И ничего мы так не можем сегодня, наверное, решить. Так что надо и отстреливать и волка. Не только его охранять. Мы знаем директиву, по которой мы обязаны это делать. Мы в этом году приняли свой такой документ, где мы обязаны защищать волка. План по защите волка, не по его употреблению. Так охота – одна из таких проблем, где мы, охраняя волка, должны на него и охотиться. Других зверей я очень коротко покажу. У нас в Литве есть около тысячи ланей. Это очень приятный для меня зверь, потому я сам и выращивал, и выпускал. Теперь имею собственную, скажу так, это не моя, это государственная, конечно, популяция, но около ста индивидов. Но очень мне грустно, что мы почти потеряли как объект охоты серого зайца, и количество уменьшается. Хотя мы имеем разрешение на охоту, но мы охотимся его меньше и меньше. Имеем проблему с бобром. Да, бобр, можно с ним и бороться. Я так откровенно скажу, как золок, наверное, не буду популярен, если скажу, что для меня бобры хорошие только в одном виде. Но у нас был такой призыв, убей бобра, спаси дерево. Может быть и правильно, может быть. Но это мы решение приняли, что надо на бобра действовать очень жесткими, наверное, средствами. И есть некоторые угодья, где бобра теперь количество снизилось 10 раз, и оно падает, и почти достигло минимума, которого мы хотели достигнуть. Значит, бобр уже не распространяется. Как и до других зверей, как золок, я вам скажу, мы в Литве приняли уже давно, 30 лет, очень хорошее решение. Тут картина, где насчитывается много, и где поменьше бобра, где использование для зверей, которые обведет маленькое количество потомства, как лося, оленя, использовать не более 20-25%. Это очень разумное решение. И как мы это... Вот тут про волка чуть-чуть могу рассказать, если будут потом вопросы. И это количество надо подсчитывать сначала, как это делать. И потом можно принять какие-то разумные меры, какие-то решения, лимиты устанавливать, сколько надо или можно отстреливать зверя. Это связано с экологией, конечно. Но вот такие... Тут специально я не перевел, и написанное на литовском языке я оставил, но где, видите, лося, первый столбик, в чистых сосняках, где сосна только растет, можно одного выращивать, где какая-то другая порода деревьев, четыре и так далее. Эта таблица сделана очень давно, в советские времена, где было плановое хозяйство. И у нас в Литве было установлено, сколько охотники должны приставить государству мясо, чтобы заработать деньги. Это, к сожалению, сказывается до сих пор. И мы чувствуем, что лось поэтому не восстанавливается, что в народе, где охотника, где-то здесь внутри, в мозгах, еще остались эти следы советских времен, которые там сказали, давайте уничтожать этого зверя, так сделать нельзя. Надо подсчитывать, сколько ты имеешь, и потом тратить это. Так делают все разумные люди. Я тут написал, как это можно сделать. Конечно, методика очень старая, она подготовлена была не у нас. Такие ученые, как Маккейн, они подсчитали, что возможно установить количество зверя в лесу, не выстребляя этого зверя, а только подсчитывая по экскрементам, скажем, очень рано весной, пока нет растительности. И тут примерно полтора тысячи гектаров, и живет почти пять лосей, 30 оленей, и 50 штук косули. Там, где я охочусь, каждый год это делаю, и я вижу тенденцию, как сказывается охота, как сказываются суровые зимы на состоянии основных охотничьих зверей. Тут я вам предложу версию, что охота влияет на качество зверей, также на экологию, это понятно. По исследованиям, и это доказано, что генетика, она очень хорошо показывает такие положения, как, скажем, возраст, как высоту, вес зверя, и, конечно, что нам очень приятно на качество рогов, на качество трофеев. Значит, те индивидуумы, которые имеют гомозиготы, они имеют больше отростков, они имеют массивные рога, чем те звери, которых этих признаков нету, генетики. Тут все написано, вы можете почитать, это, возможно, может, во время перерыва и дискуссию какую сделать, но я могу сказать просто, если мы будем делать отбор зверя много лет, мы будем иметь результат. Если будем это делать глупо, как иногда бывает, я докажу это по другим примерам. И как это бывает, тут не мой пример, конечно, видите, Страсбург, всем очень хорошо известный город, где популяция не может быть соединена, не может она считаться единой, потому что идет очень большая дорога, автобан. А Париж? Такое же самое положение в Литве сложилось, где красной линией показана автострада, а синей линией река. конечно, не такая большая, как имеет Латвия, но я думаю, что она тоже барьер, поэтому в этих частях, в северной части видите темные пятна, больше зверей, а это значит более чем 100 индивидуумов, всех оленевых зверей тысяч гектаров, где самое светлое место, там самое маленькое количество, так влияет изоляция. Это не охота сделала, это не угодья, которые там получше, похуже, но это сделала изоляция, генетическая изоляция. Конечно, эту реку могут звери переплыть, могут они перейти и автостраду, это совсем понятно, но даже для лося, который идет со всеми заборами, у нас построено очень много местах забора, он все равно имеет какую-то изоляцию, которая это влияет через много лет. Значит, какое положение зверей в Литве теперь? Это я по примеру прошлого сезона, только прошлого сезона расскажу, хорошо мы охотимся или плохо. Я тут нарисовал перспективные красным цветом, чтобы виднее было. зрелые звери зеленым это хорошо отстрелянные звери и те отборочные зеленым извиняюсь, синим светом это зрелые звери, которых уже наверное природе они не очень нужны, я так думаю, и всем охотникам это понятно, их можно выбирать со стада. И вот первого года с первыми рогами мы отстреливаем только 10% неправильно, значит они перспективные звери, они должны были остаться, и тоже 3-4 лет косули отстреливаем примерно 13% неправильно. Плохо это или хорошо? Я могу сказать, что в Латвии эстонских результатов я не знаю, а латыш я знаю, потому что участвую в выстахах, где мерим рога, там положение 3-4 раза хуже по возрасту. Мы отстреливаем 5-6 лет самое большое количество, тут в левой стороне есть единицы. И главное, что первый столбик, это первые рога, молодые звери, полтора года, мы делаем отбор на этих зверей. А тут распределение, что мы отстреливаем, отвечает математически нормальному распределению. Это образец, что мы делаем все правильно. С косулей все окей. Посмотрим, что творится с оленем. Это положение хуже не бывает. У нас закон разрешает, и правила охоты разрешает, охотиться на самого хорошего оленя, который имеет свой гарем, значит, его вынимая, мы опустощаем генетику всей популяции. И вот тут мы 2-3-4-5-6 лет оленя отстреливаем до 25% неправильно, красный цвет, обозначает, что они были, тут, наверное, можно сказать слово убитый, не отстрелянный. Вообще, мы в Литве уже всем доказали, что употреблять слово убить, отстрелять, это невозможно. это другое слово есть у нас, мы скажем, добыли, может быть, это тоже неправильный перевод на русский язык, но мы доохотились, так, наверное, надо было бы переводить это слово. И по возрастной структуре, поэтому получается очень плохое положение. 10 лет это возраст, от которого только можно стреливать этого зверья. Мы стреляем, если сложить все столбики, 5, 6, 7, 8 лет. Нет уже хорошего. Все хочем этого огромного зверья, но надо делать отбор на первом, втором, третьем году, как это делается во всей культурной охоте в Европе. Потом лось. Лосям мы охотимся очень мало, примерно в году сказал 200 штук, но и то 2-3 лет, который попадается, того и стреляем. Это не очень благоприятно действует на популяцию. И слава Богу, что мы этого не делаем в огромном количестве, мы могли бы добывать около тысячи лося, но решили, что надо восстанавливать популяцию, и пока остается так. Что из этого получается? Всего в прошлом году добыли более чем 4 тысячи зверей, оленовидных зверей, оленя, лося и косули. И из этого цифра мы селективных добывали почти половину, те, которые должны будут отбираться по признакам всем. Перспективных конечно не так уж мало, кажется, кому-то 200, но это маленькая цифра по сравнению с другими странами. Я не буду назвать их, вы, наверное, чувствуете, что положение и на ближайших регионах не самое лучшее. в том числе мы получаем свой урожай. Я называю словом урожай то, что мы предлагаем на выставку. Это 540 индивидов почти, значит, по процентам это очень много. Так что эта работа длилась 40 лет. И теперь некоторые лица говорят, не надо этой отборочной охоты, охотимся так, как получается, как в Латвии. Кто вышел, то неважно, кроме паровоза. Но это делать нельзя. Я докажу своими исследованиями. Тут всего я не буду рассказывать, вы не бойтесь, это математика, это статистика. Грубая может быть, не скажу. Но это измерено более чем 2000 индивидов в Касуле. И мы доказали, что Латвии, Эстонии и Литвии есть разница, которая статистически достоверно доказывает, что отличается длина рогов в этом примере. Если мы ведем отборочную охоту, если мы этого не делаем, рога гораздо меньше. Самые чувствительные, наверное, примеры будут масса рогов и объем для Касуле. Как видите, в литовских Касуле эти параметры гораздо выше. Статистически достоверно они отличаются. Это маленький кружок вверху доказывает, сколько мы можем статкнуть до самых высоких примеров. Где работать, есть где. я думаю, что вы этому примеру будете доказывать своим коллегам, что нельзя любого, которого увидел зверя, отстреливать, надо ему дать шанс оставить потомство. Как охотиться на других странах? По-разному. Мы имеем всякие совещания, семинары, тут по заяцу в Польше. В Таллине тоже был Лякок рассказывал, что новое положение мы приняли решение, что доказывать надо всем, потому что охотник является хищником. Он имеет роль такую же самую в природе, как волк, как медведь, как рысь. Что делать дальше? Охотиться? Конечно. Наш друг Емрик Шуба, его тут представление, он доказал, что и медведь, и волк несет ущерб государству. Тут написано сколько? Это немалые деньги? Совещание на Мальте, на ФЦ. Что дальше делать? Надо учить охотников отпознавать зверя, скажите откровенно, многие из нас даже не могут определить возраст оленя, который прошел, который оставил след. Мне было страшно смотреть на пример, когда я поставил след, специально сделал след, и охотники, которые охотятся по 30 лет, не узнали, какого года прошел олень. сделаны три разные следа, те отпечатки. Олень отличался три года, шесть и десять. Мне страшно на это смотреть было, потому что если охотник не может определить возраста прошедшего оленя, как он может определить, с какого возраста стоит олень с рогами. Может быть, надо что-то делать, надо просвещать. Так что наша ассоциация работает во многим направлениям. И тоже экологией зверей. Как это надо будет дальше охотиться, я не знаю, но это связано и с традициями, тут все написано, и с этикой, конечно. Я говорю, мы никогда не можем людям сказать, что мы убили зверя, мы на него охотились. И охота закончилась тем, что мы доказываем, зверь лежит, но он не нужен был природе. Он не нужен для продолжения рода, для продолжения своего существования. Ну, про нашу структуру я не буду рассказывать, но есть проблемы с экологией, связанные проблемы, я чуть-чуть коротко, я не знаю, сколько мне дадите времени, но я постараюсь коротко. Проблем есть, не все так хорошо и гладко, как я рассказывал по отборочной охоте. Главное то, что мы можем управлять популяциями, имея большие угодья, в среднем наше угодье 4 тысячи гектаров. Это очень хорошо, потому что крупного зверя, оленья, лося, иначе никак не может ни посчитать, ни определять лимит, который определяется у нас самими охотниками, но подтверждает лимит уже Министерство окружающей среды. Так что на охотников есть и ответственность наложена. И если мы будем неответственно посчитать зверей, что мы будем делать? Ну тут я сказал 4 тысячи, потому что изменяется у нас тоже угодья, они из большого количества людей делают 2-3 поменьше, так что теперь стало чуть-чуть поменьше. Ну тут могу сказать, что негативная положение тоже понемножку сокращается. И мне очень было приятно сегодня в вашем обществе узнать, что вы делаете очень хорошую работу, скажем, выпускаете какое-то приложение к журналу для людей, которые живут в деревне. И там надо конечно эту информацию всю написывать и все время просвещать людей, это очень важная работа. Но негативные проблемы связаны как сегодня сказал и с политическими решениями, негативными политическими решениями, скажем, и у нас теперь очень это чувствуется, когда угроза есть для кабана. Я это знаю, ну и мы это будем дальше думаю работать, но проблема одна осталась. Это ограждение, где выращиваются звери. Это оленеводство. Мы имеем несколько основных объектов, кроме благородного оленя, мы имеем и оленя довида, и пятнистого оленя, сику называем мы еще, и других оленей. дан еще могу сказать, что звери из ограждений убежать могут всегда. Эта угроза была, будет, и ничего мы тут не сделаем. Значит, там, где есть большой риск скопления паразитов, как ограждений, если такой фермер ничего не делает, и он не умеет этого делать, эти паразиты, они убегают, попадают на природу. В природе звери, дикие звери гибнут, даже лось. Это совсем непонятно, что тут печень, эхинококос, он распространяется, мы раньше думали, это болезнь где-то в Казахстане, в Монголии, в степях. Она есть в Литве, есть в Латвии, есть в Эстонии. Эту угрозу нам рассказали, имеет и Швеции. Так что, если мы будем обращаться небережно с природой, мы будем иметь даже у лося, это ушко, шею, цисеркоз, такая болезнь, она для человека может и не очень влияет, может быть, я сказал, если не кушать зеленую, сырую, эту печень, но через собаку она или других хищников, которые в лесу съедят эту заразу, а тут в этом мешке 50 тысяч будущих таких не очень приятных организмов. Это проблема. И если мы подкармливаем зверей, как раньше, тоннами, вы это знаете, наверное, эта проблема была, и в Эстонии тоже, значит, в том месте количество паразитов каждый год увеличивается по экспоненте геометрической прогрессии, до того, как лось полтора года погибает от большого количества, скажем, сосальщиков в печени. Второе, если больше будет зверей, будет больше погибать на дорогах. Я сказал, что дороги, там у нас есть ограждения, все хорошо, но лось этого не смотрит. и мы от отстрелянного количества лося половину находим мертвыми на дорогах. И на железном дороге тоже, тоже получается это нормально, от каждого, какая кому, мне это страшно. То самое и в Латвии, в округе возле Риги в год погибает около 20 лосей, это очень много. У нас в этом седьмом году, тут такие цифры, я потом нет, нет у меня точных данных, к сожалению, дорожная полиция, она только пишет со зверем происшествия, а какой зверь там было, для них неважно. Мы сами собирали эти данные, и это точные данные. Так проблема будет и в будущем, но если делать ограждение, значит мы должны делать и второй шаг, должны строить переходы над автострадами, не под ними. Последили сколько зверей проходят, если под дорогу идет переход. Полторы косули, пять лисиц во весь период зимы, потому что одна прошла, а другая до половины обратно пошла. Это стоило 3 миллиона евро построить. Для этого мы строили. Ни один, который планировал строить, не посоветовался ни с одним охотником, ни с специалистами. Зачем тратить деньги? вот такое построение, это не у нас, это в Словакии, где очень ясно сказано, что можно, что нельзя и когда надо, что делать. Когда зверь доходит до автострады, автострада там, тут рядом ее дорога, 300 метров от центра охотца запрещена. Во время гона, значит август, конец августа сентября, тут проходит в середине 18 оленей, ту или другую сторону. Сквозь кафетеля не идет каждый день. Это неправильно. По данным телеметрии мы знаем, что один олень недавно, в прошлом году, во время своего счастья, веселья, каждый день 15 километров шел там, где были самки и спать пошел обратно 15 километров две недели. И так ходил две недели туда и обратно. Через три дороги, через одно, один поселок. Так что мы в этом направлении должны очень много работать совместно с людьми, которые проектируют, строят переходы, дороги, реконструируют железную дорогу и так далее. Потому что зверь, миграция, она была, будет, и как я показал раньше, изоляция становится большим преградом для генетики будущих поколений зверей. Что мы должны на будущем делать? Почему зайца показываю? Мы должны, обязаны иметь программу восстановление таких видов, которые не из наших каких-то умерений, не для наших действий потеряли смысл, как охотничий объект. Это куропатка, мы уже запретили охоту на куропатку, и серый зайц. Сначала давайте восстановим этих зверей, потому что для зайца не то, что охотник враг сначала, но у него врагов более чем 10, в том числе и болезни, климатические условия. Я благодарен вам за то, что выслушали меня, а если вопросы теперь будут, или потом во время перерыва, я могу ответить. Нет, это как вы говорите. к земле. У меня есть. Вопрос, о чем мы уже поняли, что мы все скребем в одной лодке. У меня конкретный вопрос, вот это касался соотношений косули и волка, и рыси, и кабана, и волка, и рыса между хищниками и их едой. Конкретный вопрос. У нас умные люди выяснили, что в зонах чумы, где чума, кабана, нельзя стрелять волка. Что это очень полезно влияет на дело. Вот твой комментарий на это. Да, спасибо за такой вопрос. Я думал много об этом. Когда чума появилась в одном регионе в Литве, мы очень много думали, откуда это и почему у нас. Оказывается, сначала привезли чуму работники леснохозяйственные работники из Польши рядом с Белоруссией. Потом чума много раз хотела перейти границу и перешла, к сожалению, перешла. Но год мы отстояли. И я за это время думал все. Кто переносчиком является у нас? В Африке все понятно. Там есть виды клещей, которые переносят эту болезнь для того, чтобы уменьшить количество популяции, чтобы не было вспышки. Потому что там не только кабан, но и другие кабанные звери. Много видов. Около двадцати. Эта болезнь попала в Испанию, Португалию. Это было нормально, кажется, нам. Но там где-то, не у нас, это все хорошо. Потом мы знаем, когда, даже день знаем, даже час, когда попала в Россию. Это точно мы знаем. Она перешла в Россию через три года, попала в Мурманск. Я спрашиваю, как там переносчик ни кабан, ни лось, ни волк, ни рысь. Переносчик человек. Как у нас убежала эта болезнь с фермы? С мешком зерна, зараженного болезнью. Потому что зерно покупали в Беларуси дешевле на 300 литов, значит, на 100 евро за тонну. Делали корм для свиней. А люди работают, хотя хозяйство изданий, но работают литовские люди. Ну, если есть корм, свободный корм, почему мешка не вывезти домой? Это болезнь фермы. И проблема эта не наша охотникам. Хотя охотники были не нужны, пока не было болезни. Теперь охотникам все складывается. Давайте вы устребляйте вообще, чтобы не было ни одного кабана. Нам надо делать по-другому. Нам надо кормить кабана, что он не ходил в другой лес. И мы это делали до сегодняшнего дня очень успешно, потому что на дикой природе случаи кабана только 20 примерно. Ну, 20-30 точек. В Латвии, скажем, более 100. они приняли решение совсем не кормить. Ну, не кормите. Будет кабан пойти, куда ему будет корм какой-нибудь. Он будет распространять. и распространяет болезнь не только сам кабан, прикосновяясь к другому кабану, но и те все, которые поедают павшего кабана. Значит, и птицы, и тот самый волк носят. Если кусок он поел, что он не носит этой заразы, он, конечно, это будет заражать другие регионы. И вот мы таким образом не спасем ни популяции кабана и самого волка. Волк, когда не будет что кушать, он идет обратно в Россию. Я прогнозирую такое положение у нас. Как у вас будет, я не знаю. Мы рядом с Белоруссией живем, и у нас была проблема построить или не строить забор. Надо было, наверное, это делать, хотя это дорого, я знаю, не очень может быть эффективно, но хотя бы какое-то было бы решение в то время, а теперь уже ничего не поделаешь, болезнь прошла, все границы, теперь не надо ничего строить, надо разумно развивать хозяйство. Я думаю, охота это хозяйство, и надо разумно все обсуждать, к сожалению, у нас, как думают, так сказали, не все разумно делается, и принимаются такие решения, которые противоречат природным законом, потому что, если пустое место, мы это знаем на русском языке, святое место пусто не бывает, знаете это дело, здесь не будет кабана, придет другой кабан, который заражен, и он будет искать пищу, и последнее, что могу сказать, как уже золок, нам сказали, когда болезнь боровилась первый раз, она пойдет, ничего не сделайте, пока истребляйте последнего кабана, не истребили, ну и что, и нет этой болезни во всей Литве, но хотя она через год должна пройти туда и обратно два раза, не прошла, значит, кабаны взрослые, они имеют иммунитет, они проявляются иммунитет у них, хотя тот момент может быть и болели, но они переболели, и их потомство должны иметь иммунитет, иначе не объяснить, как остались дикие кабаны, или дикие свиньи даже, островах, где раньше был этот, была эта болезнь, а тебе тилбам, не знаю. Спасибо.